На стадионе Динамо прошли соревнования на самокатах и беговелах. Самокаты 68, посвященные Дню Знаний. Перед началом соревнований для детей организовали локации. Были металли копьем, топором, гвоздями, но особое внимание привлекали машины ГИБДД и пожарных. На стадионе Динамо работает порядка 10 тематических площадок. Одна из них это пожарная машина. Сотрудники МЧС расскажут ребятам, как она устроена, а каждый ребенок может попасть внутрь. Так как соревнования приурочены ко Дню Знаний, мы спросили у юных школьников, хотят ли они в школу. Скажи, ты хочешь в школу? Да. Какой твой самый любимый предмет? Математика. А самый нелюбимый? Английский. Кем ты хочешь читать? Поваром, наверное. Поваром. А сегодня ты участвуешь в соревнованиях? Нет. А в чем ты участвуешь? Просто с сестрой пришел. А ты уже все площадки обошел? Нет, еще. А в машине сидел? Да. В ГИБДД? В ГИБДД нет. А хочешь посидеть? Да. В машине ГИБДД ребята говорили в рацию и включали сирену. И в том числе в этом году у нас отмечают 90-летие всероссийскому движению «Юн-Винамовец». Это большой клуб, огромный всероссийский, который объединяет детей в клубы. Цель какая? Воспитание молодежи в духе патриотизма, в духе спортспорта и в духе отечества. Это самое важное. Сколько ты уже занимаешься на беговеле? Да. Я вообще не занимаюсь, просто катаюсь на нем. Ты сам или с тренером? Сам. А сколько раз в неделю катаешься сам? Я вообще редко катаюсь просто. А почему сегодня пришел? Просто захотелось поучаствовать. Ты настроен на победу? Да. Перед началом провели разминку и дали долгожданный старт. Поехали, кто первые? Помоги! Соревнования на самокатах и на беговелах разделили на возрастные группы. Самые маленькие – полтора года, ехали дистанцию 100 метров. Самые большие – 12 лет, 800 метров. По окончанию всех участников ждали медали, дипломы и конфеты. А самое главное – в жаркую погоду – мороженое. Однако, не все были довольны результатом и решением судей. И вот как реагировали. Маленький сбил, да не честно, подставка! Подставка!